Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я выкачу в режим гравитация бабаху. Почему бабаху? Потому что поиграв несколько десятков боев в режиме гравитация, я понял, что основной моей проблемой игры в данном режиме было то, что я постоянно летел куда-то вперед, наражен, соответственно в меня начинали стрелять, я улетал куда-то в обратную сторону и все шло по кругу. Именно из-за этого меня постоянно и разбирали. Сейчас я попытаюсь поиграть вот прям совсем-совсем осторожно, совсем-совсем аккуратно. Не знаю, получится ли у меня это. Здесь нет каких-то высот, на которые можно взобраться на бабахе. В то же время, я больше чем уверен, что все мои враги, они будут отвлечены на моих союзников, которые будут либо летать где-то, либо будут подъезжать максимально близко к ним. Ну, короче говоря, как правило, я видел, что обращают внимание и выцеливают тех, кто находится максимально близко к тебе. На всех же остальных внимания особо не обращают. Если бы сейчас товарища не скинули, мне кажется, что мой косарь урона в него бы зашел только так. Ну, а так, получается, пролетело мимо. Я не унываю. Мне почему-то кажется, что что-то у меня с этой идеей должно получиться. Меня засветили. Засветил меня вот этот товарищ. Пока игра ничем особо не отличается от игры в обычном бою. Я имею в виду, игра конкретно на бабахе. Ну, за исключением того, что немножко относят тебя после выстрела и твои соперники, они тоже летают как-то неправильно по карте после твоего выстрела. А в целом, ну, блин, практически все то же самое. То есть, если ты не будешь себе спокойненько играя подпрыгивать, то, соответственно, для тебя бой ничем отличаться и не будет. Но тогда возникает вопрос. А какой смысл заходить в режим гравитации, в частности на бабахе, если не летать, не подпрыгивать и не играть в этом режиме так, как он изначально был прописан? Ну, вопрос для меня на данный момент остается открытым. Возможно, под конец видео я себе какое-то мнение, в принципе, там склепаю, но на данный момент пока я затрудняюсь ответить. Ну, вот сейчас было прикольно, конечно. Я товарища отбросил, он не смог нормально прицеливаться. Это уже хорошо. Долговатая перезарядка, конечно, не позволяет настолько часто стрелять, как хотелось бы, но в целом, вот сейчас подождем немножко, товарищ полетит и может мы его в воздухе сейчас попаданием. Жалко, жалко. Я думал, что я сейчас его либо сделаю шотным, либо вообще вынесу в ангар. Углы склонения вверх маловаты, конечно, у бабахи, но ставка на то, что будет возможность наносить урон, она сыграла, хоть и не полностью, но, ребят, сыграла, согласитесь. То есть урон на бабахе в этом режиме наносить можно. То есть в то время, пока от тебя картонного твои враги отвлечены на кого-нибудь другого, ты реально можешь этим пользоваться, ну и, соответственно, откидывать в товарищей стоящих. Вот сейчас бабаха не успела дать мне тычку в ответ, только лишь по той причине, что ее отнесло, ну и, соответственно, я ушел из прицела. Наверное, ребят, я нашел второй танчик из тех, которые действительно прикольно подходят для данного режима. Я имею в виду бабаху, потому что пока из всех танков, которые я пробовал, мне реально понравился... Есть попадание. Ну я не понимаю, почему, когда они в воздухе, у меня только, ну и вот, и засчитывается, что попадание, а как-то вот завалить у меня постоянно никого не получается. Мне, честно говоря, не сильно понятно, почему. Как так получается? Так, поймали в прицел, гахнули. Да, разброс великоват, согласен. Попытаемся подлететь к товарищу, держим его в прицеле. Сейчас как олень ударюсь в камень. Ну что, поехали. Забрали его. Спасибо большое за то, что забрали, потому что у меня были очень-очень большие сомнения в том, а получится ли. Так, хорошо, приятно. На 1200 с копейками. Это очень классно, это очень редкий случай. И это действительно приятно. Так, ну что, ускорение перезарядочки, но ай, блин, рано, рано вылез, да, сам виноват, сам виноват, ребят, вопросов нет. Но, честно говоря, пока бабаха показала себя довольно-таки неплохо. У нее есть рубка, пускай она поворачивается не полностью, но она есть, а значит прицеливаться уже легче, особенно когда ты не контролируешь свой танк, я имею ввиду, когда ты не обоими гуслями стоишь на земле. Ну, то есть в целом, в целом что-то в бабахе есть. Мне интересно, сколько я сейчас накидал урона, хотя фейлов у меня было достаточное количество. Я так и не понял, это закономерность или просто случайность, что в момент, когда танк находится в полете, я стрелял в него из бабахи, ну, не наносил урона. Не знаю, с чем это, ребят, связано, но данный момент меня, честно говоря, смутил и очень сильно не понравился мне этот моментик. Так, ну что, давай, бросай в него, чтобы его просто откинуло хотя бы, как я понимаю, в этом была идея. Ну, вот и все. Сделал товарищ такую же ошибку, как и я, он вылез раньше, чем перезарядился, и вот в этом был косяк. Свой косяк я признаю, я их признаю всегда, поэтому, если вы за честность подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу на мой канал, я обещаю вам исключительно честное видео и честный обзор. 4000 единиц урона, я бы сказал, что довольно неплохо, за вот такой вот практически никакой бой, второе место в команде по урону. Но, довольно-таки прикольно, обязательно сейчас запрыгиваю еще в одну каточку, для того, чтобы попробовать свои силы еще раз. Сейчас поищу какое-нибудь место повыше, подальше, для того, чтобы на дальнике постоять и попытаться поотбрасывать урон в товарищи. Может быть в этом кайф режима гравитация, может так надо в него играть, может необходимо брать какое-нибудь орудие, которое накидывает довольно некислое количество альфы за шот, и, соответственно, на нем отыгрывать. Сейчас посмотрим, сейчас поглядим, поехали. Ну, тоже углов таких, вот смотрите, углов карты, на которых ты можешь реально хорошо где-нибудь приземлиться, так, чтобы тебя потом не разбирали, чтобы ты не стоял в постоянном засвете. Их нет. Стоять где-то на крыше? Ну, вот сейчас попробую сюда заброситься. Не знаю, честно говоря, правильная идея или неправильная. Вот он, я прилетел. Вот я становлюсь, жду товарища, который сейчас будет куда-нибудь вылазить хотя бы одного. Ну и попытаюсь в них поотбрасывать. Поиграю в такого себе реального снайпера. Ну, этого явно я не доброшу. Да, пока снаряд долетит, это будет вечность. Перезаряжаемся. Долгий процесс перезарядки, который смущает, конечно, играя на бабахе. Тем более в этом режиме, когда все очень резко меняется в бою. Так, попробуем зафугасить кого-нибудь. Вот товарищ не долетел до меня в прицел, жаль. Ну, вот что делать, сваливать или стоять дальше, ожидать чего-то? Так, надо было брать не фугас, это я уже понял. Переходим на бронебойные. По возможности начинаем сваливать отсюда. Вот так вот получается у нас. И быстренько задом, 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 задом отходим. Отходим задом. Вот почему я в него сейчас попал опять без урона? Вот скажите мне, как так получается? Каким таким чудным образом получается, что я реально без урона закидываю во всех, кто летает? Получается, что, наверное, это шанс выжить, в нужный момент взлететь, для того, чтобы даже если в тебя будут шотить, чтобы тебя хотя бы не забрали? Не знаю. Сейчас попробуем. Так, не в ту сторону меня развернуло, куда мне хотелось бы. Взлететь, к сожалению, я не могу, перезарядки нет. Короче говоря, походу я... Ох ты, фартовый я какой. Но ненадолго. Да, ребят. Короче говоря, давайте будем суммировать, что касается бабахи в режиме гравитации. Я бы сказал, что играть довольно прикольно, но только в случае, если вы находите себе какую-нибудь очень дальнюю-дальнюю позицию, и с этой дальней позиции будете откидывать в товарищей, которые отвлечены на ваших союзников, а не на вас. Но вот как в случае с этими двумя красавцами Шериданами, которые приехали ко мне, если к вам уже приехали, то можете потихоньку начинать креститься, молиться, ну и собирать свои шмотки в сторону ангара. Вот как-то так играется бабаха в гравитации, ну а напишите в комментариях, нравится ли вам режим гравитации, и на каких картах вам нравится играть, ну и на какой конкретно технике. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия.